Система такая пространная, просто я играю рок, джаз, а там не нужны, причем. Так, есть ли гитаря? Вообще не знаю, рок ли я играю. Я мыслю себя просто как музыканты всегда. Наверное, год назад я бы точно сказал, что никакой рок я не играю. Там акцент на слово просто. Вот, ну, я просто должен что-то начать. Вот, а тут недавно к ней в группу пришел барабайчик, который очень громкий. Вот, и внезапно мы снова стали играть рок, ну, то есть в стилистическом понимании, то есть действительно рок, там все громко, там дисторшн, там все гремит. Но, с какой стороны песни остались теми же самыми, и с тем же успехом можно со струнным картином сыграть. А можно подсуттезатор, а можно там, не знаю. То есть рок, для меня рок это форма музыкальная. Просто как музыкант я рассуждаю так, что рок это музыкальная форма, а все остальное это содержание тебя, твоей личности. И либо оно есть, либо его нет, либо оно там такое-сякое. Потому что, ну, скажем, там, не знаю, группа, группа, например, Poison, да, глэм-роковая, американская. Ну, в нашем понимании, вот, это не рок, это поп-сак просто. Ну, просто сыгранная на тяжелых гитарах. Или, там, песня, а вот мой Flawney Baby, да, группа Kiss. Да, ну, это же поп-сак просто песня, на самом деле. Просто сыгранная на тяжелых гитарах. Вот. И... Но, да, вот, называется роком, и мне ближе это понимание. Вот. Вот. А тут, как бы, вопрос твоей собственной, там, совести, взгляд на мир, насколько это рок или не рок. Ну, это, опять же... А просто-непросто я после песни расскажу, ладно? Вот. Я тоже решил про саму рефлексию такую творческую спеть. Несколько песен. Поезд загудел и скрылся в темной глубине тоннеля. Зимний ветер на поверхности отдал меня прохладой. Долго я в карманах рылся и уже нащупал плеер. Но, подумал, ради бога, только музыке не надо. Мне мечталось хорошо бы, но не закончился декабрь. И весна не ворвалась артиллерийской канонатой. Я пришел домой, разулся, и воткнул в гитару кабель. Но подумал, что угодно, только музыке не надо. Ничего не изменилось, кончилось тысячелетие. Никуда не подевалась, без причинной усталость. И настолько же съедобны, общепитские котлеты. Все такое же, как было, только музыки не стало. Тесно песенком в тетрадке, и они в висках стучали. Ссорились с подругой жизни, да с соседями по дому. Клотили лихорадкой, не давали спать ночами, Да таскали по квартирам, а теперь ушли к другому. Будут сказочные страны, и заморские рассветы. И на почте слезы счастьем в стенах телефонной будки Будет топот детских ножек, по натертому паркету. Дом с трубой и палисадник, только музыки не будет. Дом с трубой и палисадник, только музыки не будет. Дом с трубой и палисадник, только музыка не будет. Что касается, просто это или не просто, не просто. Почему? Потому что вообще вся эта музыка, которую мы все играем, ну, по крайней мере, я играю, она вся очень телесная. И вся очень, как сказал Паша, грамотно в один момент, на нижних чакрах. Да, да, да. Ну, мы с тобой есть величай, и ты такую, значит, сентенцию произнес. Вот, мне показалось очень точным определением, потому что ты вот пытаешься жить, ну, там, избавиться от страстей, все такое, как-то очиститься, привести себя в порядок, всяких мыслей, чтобы тебе в голову лишних не приходилось, концентрироваться на душевном, духовном развитии. А музыку играешь при этом такую, что, ну, хоть стой, хоть падай, потому что она вся, там, слабые доли, все это тебя тащит в пляс, там, я еще куда похуже. И я это чувствую совершенно точно, там, после каждого концерта. Чем лучше концерт-сыкран, тем хуже я раздерган. Вот, то есть, казалось бы, там, несешь, пытаешься нести какое-то там искусство, все это красиво, изящно делать, а на выходе получается, что ты, с одной стороны, чувствуешь глубокое удовлетворение, что искусство все-таки состоялось, если оно состоялось. А с другой стороны, ты чувствуешь, думаешь, а хорошо ли вообще это искусство? А не будут ли меня в еще более горячем и вонючем котле кипятить? Чем искуснее я это делаю? Вот, в общем, вопрос, который для меня решенным до конца не является. Вот, я решил это отдать пока на опыт интуиции и подумаю, что раз эта вся история у меня сочиняется, играется, и раз для меня она естественна, значит, так там и быть, пускай я буду так это играть, значит, я нахожусь на такой степени развития, на котором другое невозможно. Вот. Ну, это действительно так, я это ощущаю. А там посмотрим. Вот, мне интересно, есть ли у вас какие-то мысли на этот счет. Вот, что вы вообще, как дружат? Это, конечно, миллион раз это все обсуждалось. Там, рок-н-ролл, там, вот, духовное развитие, как они дружат, ну, дружат ли они. Вот. Но, мне кажется, каждый человек должен на этот вопрос ответить сам. Вот. Я к рок-н-роллу, опять же, не претендую на то, чтобы быть рок-н-роллом. Но все равно это вся слободольная музыка, вот, которая очень интересна. Мне не важно, рок-н-ролл, наверное, или нет. Вот. Вот, мне интересно ваше мнение. Это как таинство, тебя еле помазают, это касается твоего тела, но освещается твоя душа. Вот, я думаю, что рок-н-ролл вот так вот. Ну, это очень оптимистично, я вообще не знаю. Тут точно так же, ты со своим телом что-то делаешь, может быть, не освещающе, и твоя душа таким образом. Да, да, я тоже подумал в эту сторону, но Кирилл очень хорошо формулирует мои мысли. Когда я тут успеваю еще подумать, но Кирилл уже гораздо лучше их сказать. Вот, в Евангелии есть момент, когда Спаситель выгоняет торговку из праздника. Что происходит? Слабую дурю. Что происходит в этот момент? Ну, на мой взгляд, происходит как раз депрофанация. Ну, в смысле, что торговцы, которые там находятся, занимаются профанацией сакрального места. А он восстанавливает его сакральность. Через что? Через насилие, да. Соперевление за усилием. Через очень телесное, очень конкретное действие. Ну, да. Нет, можно я встряну, господа? Не против? Вот только для этого это дело. Человек, как бы, это... Если уж мы говорим, что мы христиане, мы там какие-то вот аллюзии все эти используем. Мы же не платоники, которые говорили, что тело – это темница души. То есть, как бы, тело и душа, они не враждует, вообще-то говоря. Человек – это совокупность души и тела. Ну, или, там, можно сказать, духа, души и тела. Суть в том, что все эти две или три составляющие должны быть освещены, должны быть очищены. То есть, зло состоит не в том, что тело, там, каким-то образом себя проявляет, или что на тело производится какое-то воздействие. Можно воздействовать на тело так, что будет освещаться душа. Можно воздействовать на тело так, что душа будет оскверняться. Можно так воздействовать на душу, что тело будет болеть потом. Просто, грубо говоря, ну, действительно, есть такая проблема, что, грубо говоря, определенный там, ну, как бы, душа не отдельный оттенок, то есть, есть психофизиология. Да-да-да. И когда ты на какие-то телесные органы воздействия, что душа определенным образом заряжается. Или наоборот, когда ты воздействуешь на определенные душевные струны, путем слабых долей, да, тело тоже определенным образом заряжается. Ну, я считаю, что слабые доли все-таки на тело больше воздействия. Ну, наверное, разные есть. И ритмы, как бы, там, сернечные какие-то сокращения и так далее, нервные. А на эту тему считается, что такая спокойная музыка, это музыка благостная, и она, вот то, что сейчас такое очень все четко, резко, это как бы соответствует уровню этого времени, что, ну, такого неспокойного и, в общем-то, не духовного, а как раз нескольного. А вот этой спокойной музыки далеко не так выбирают мурашки, как от... Ну, мы люди своего времени, можем предварить. Можно мне сказать, я... Можно, да? Да-да. Я читал в одной хорошей книжке, правда, католического автора, но он сравнивает момент обращения человека к Богу с разбитым стаканом. То есть, у тебя есть твоя стрелупа всего там, да, и вот момент, когда этот стакан пьет совсем, разбивается, вот в этот момент ты, ты, как бы, открываешь свои беззащитства. Но это ни разу не про что-то такое умиротворенное, спокойное, или это про другое. Ну, кстати, да, красиво. Можно же, можно, когда бы тоже встретить. Ага, ага. Мне же пора представляться, мне кажется. Да? Ну, дайте, да, что-то называть по имени. Хорошо. Священник Глент Морский. И у меня передо мной просто эта проблема стоит очень открыт, потому что я играю музыку, вот такой рок ему нужен. Вот этот вопрос передо мной, перед моими прихожанами, которые... Очень, вот это очень интересно, спасибо. ...объявлены, и, так сказать, кто-то понатеет, кто-то, так сказать... Просто считает, считает, что я... Ну, предпочитает мне обращательное это внимание, вот. Ну, вопрос, на самом деле, это я просто так сказал, вот, кинул сейчас, и у меня нет ответа, на самом деле. Вот даже, вот, игры, рассуждения про слабые доли, про нижние чакры, они более, так сказать, предметны, чем то, что я чувствую. Я просто чувствую, что я... Значит, утром я служил литургию, а там вечером я устраивал какой-то концерт с барабанами, вот, с этими, с формой, рок-формой, как бы. Вот, и единственное, что, как бы, я пытаюсь сделать, я как-то пытаюсь это, может быть, в каком смысле искусственно объединить, и пишу песни, в которых будут библейские аллюзии, в которых будут какие-то элементы, там, надголосия церковного. Ну, это все вот так, как бы, смешивая, чуть-чуть заметая следы, как бы, что если так, оп, а там, а что это там батюшка играет? Там песни, смотри, какие-то там, литургии рассветы, там, Иона, там, не Моисей, ну, как, ну, ладно, хорошо, ладно. Ну, я чувствую при этом себя таким, ну, в общем, как свойств среди чужих, чужой среди своих, абсолютно, вот, в каком-то совершенно таком экзистенциальном беспокойстве и неудобстве. Ну, с точки музыкальной, это же очень интересно, это смешение стилей. Все всегда на этом, ну, в эдикале, интересный проект. Ну, да, 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 ну, это очень стрёмно. Вот я присоединяюсь к этому ощущению. А можно послушать, как это называется? Ну, это называется группа «Блодный сын», она... Да, 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 да. Просто после того, как нас назвались, причем у меня в группе еще один священник, кроме меня, в одном из составов, три священника, вот, и три отца. Его. Вот. И теперь называется «Блодный сын». Отцы, который, как говорим, «Блодный сын». Вот. И я, когда называл это все, я больше шел именно вот от ощущения греха, ну, какого-то вот этого недостоинства, которое есть у любого священника, у любого епископа, у любого патриарха, у того дальше. Вот. Везде есть грех. И потом только недавно, я смогу, что-то прочитываю, текст притчи, а там отец, встречая «Блодный сын», говорит, ну, как бы, ешь, давайте есть, веселиться. И, значит, начали веселиться, есть. Старший брат приходит, звуки музыки, и я думаю, ёк-то, и чё ж как же назвал-то, классно, это ж как бы, вот, не просто про грех-то, как я хотел, а это про музыку, который вот, и про веселье, который, значит, бурлит, и по поводу вот этого недостойного человека. Ну, там есть и зависть все равно. Ну, да. И убы. Четверт. Я сыграю песню, с вашего позволения, просто тоже спою, хочу спеть, ещё вторую вещь. Хорошо. Ага. Можно буквально одну разу кину? Просто мне пришла сейчас носик в связи, там, значит, с воздействием на тело и так далее. Может, она раньше приходила, просто сейчас пришла снова. Как бы, ну, как, есть какие-то вещи, которые уместны в одно время и неуместны в другое. То есть, другого говоря, когда Великий пост, мы не едим мясо. Потом мы его едим. То есть, есть мясо, это, там, не грех, но просто это неуместно в какие-то моменты времени. То есть, во время Великого поста, вот эта вот, далдёжка там по барабану, наверное, она неуместна. Когда Пасха наступает, то, как бы, я там звоню в колокола со всей вот радости. Ну, и могу точно так же в барабанку скучать. Ну, я боюсь, что, как бы, мне не удастся вот так просто развести как-то вот так вот всё по правильным полочкам. Вот здесь мы, вот здесь мы, вот здесь мы, вот здесь мы танцуем, здесь мы пляшем. Как-то, мне кажется, что не получится. Мне кажется, в этом завете очень много про музыку есть. Вудурат, там огромное количество всяких инструментов, даже люди пишут об этом. Работы научно. Если брать Великой Заветы, то вообще из-за чего-то есть искусство-то, собственно говоря. Как? И не там. Поэтому, если рассуждать от того, то тогда вообще мы все делаем грех. Мы сейчас там совсем не тот мыслужа. А сейчас немножко всё... Там не тот смысл, что это всё каинство, если брать киотеку. Так, я позволю вас себе переводить. Тоже сыграю ещё одну песню «Рефлексивное творчество», навеянную лекцией про философию, нашей эмофистехи с Кириллом. Кстати, наверное, покажем творчество Арчевского. И приездом блюзовых музыкантов к нам в колледж, опять же, которые научили меня играть блюз так, как они это делают. Вот тут получилась такая штука. Шествую мимо заброшенной стройки, Видишь пыли воробьёв к упырками. Но превращать их в звенящие строки Даже и мысли не возникают. И, к примеру, трава зеленеет, Ласточка машет крылами дурёхом. Сердце стучит в себе не пламянея, Будто бы не замечая подвох. Раньше хоть как-то душа жились Светлые мысли тускло сверкали. И тебе уже месяц не снилось стон, Что и днём тебя не отпускало. Вот кларнетист нажимает на клапан, Лётчик сияет, в полёт отправляясь. Хочется только поменьше и хлопать, Не зону соли запечатляя. И в окружающем предновогодье, И в коньяке из обжарбанной фляги, Ты предпочел бы увидеть другое, Чем сочетание, Чем сочетание, Лишь сочетание, Словно бумаги. КОНЕЦ Дом твой наполнился мглой и морозом Только на кухне подобие света Там до буртейника, кант и спиноза Спорят о предназначении поп-эта Вечер вчерашний в ушах отдается Жизнь как идея абсурдна без кофе Гости ушли, а тебе остается Жить на развалинках Жить на развалинках Жить на развалинках Их философии Дом твой наполнился мгл Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Пример Я просто вначале начала, после прошлой паузы, говорить о Ветхом Завете Вроде как изначально искусство применитых, но с другой стороны это было из-за того, что они меньше молились Но потом, понимаешь, что пророк Давид, царь Давид Написано как с какаше и плясаша перед ковчегом Что даже его соплеменники сказали Играя Играя А в том плане, понимаете, они же бывают тоже разные Бывает такое бурление в организме Оно переходит именно в душевную какую-то посвязь То есть душа развернулась И у тебя такое радостное бодрое состояние Но это не значит, что это плохо Вот я думаю, что это не вопрос Но я все равно на него отвечу Просто потому что у меня есть тоже мысль ответная Но это не ответ как бы Мне кажется, что в форме как таковой Из вашего вопроса Я делаю вывод, что в форме как таковой никакого зла нет Наверное, это действительно так Вот То, что меня раздергивают нехорошим образом после концертов Это просто, видимо, свидетельство моего недостаточного развития Ну, мы будем развиваться Вот дальше, спасибо